друзья мы счастлив вас приветствовать я как обычно начиная откуда мы в недрах где-то в недрах центрального магазина компании сплав который расположен по адресу город герой москва улица кечерская дом 16 со мной специалист компании сплав кирилл бессменный ведущий привет здравствуйте и мы сегодня поговорим про брюки яшкуль брюки яшкуль утепленные утепленную работу строим следующим образом так вышло что я к ним уже приобщился возможно в это уже но в постах группы видели возможно меня уже где-то видели и есть мне что про них сказать но сперва значит кирилл как специалист компании сплав расскажет какие идеи были заложены какие материалы как это все реализовано я скажу какой вышел на выходе функционал брюки яшкуль в нашем ассортименте как многие знают есть утепленная мембранная куртка тур и да вот она кстати пользующаяся заслуженной популярностью у наших пользователей наших клиентов и скажем так по необходимости в том числе даже по просьбам некоторых наших пользователей к этой куртке были разработаны брюки из того же материала то есть концепция совершенно такая же как в куртке тур это мембранный верх и усиливающие накладки из полиамида прошу прощения извини что перебиваю накладки дублированы мембраной накладки не дублированы мембраны но под ними сама основная мембранная ткань а смысл в чем так как верх мембранный это уже дает некую ветрозащиту и добавляет температуру до комфорта соответственно утепление было сделано небольшим то есть всего 60 грамм на метр имеется виду инсулейт но имеется внутреннюю тебя внутренние утепления то есть здесь 6 всего лишь 60 грамм утеплителя но такое количество утеплителя позволяет чувствовать себя комфортно как при статике так и при активных действиях относительно я подскажу относительно по конструкции самих штанов как я уже говорил основная ткань это такая же мембрана как на куртке тюр усиление точно такие же значит область сиденья тоже усилена и обшлаги усилены до внутренняя часть штанины она что имеются по низу две молнии для удобства надевания на какие-то объемные батюшки на шлевках предусмотрено крепление для подтяжек ваших универсальных наших универсальных в том числе друзья короче есть подтяжки очень удобные в ассортименте компании сплава в описании под видео укажемка не называют но реально забыли потому что вот эти яшкуль тюр там очень такие названия как сказать возвышенные и у подтяжек они из той же оперы тоже возвышенные но подтяжки реально очень удобно далее приподнятый пояс отделанный мягкой конюшкой что еще особенно да тактильно приятный ну и подрезиненный пояс с широкими шлюпками также влагозащищенные молнии такие же как на куртке тюр и утепленные карманы в принципе данные утепленные брюки закрывают нишу как городского использования так и полевого но у нас есть реальные пользователи это александр который в этих брюках где только не бывало где но уже ходил да ну тебе слово друзья во первых чтобы мы закончили про общий момент и три цвета есть наличие соответственно серый ну на мой взгляд предпочтительный самый предпочтительный цвет серый почему самый предпочтительный потому что утепленные брюки даже хоть они считаются лег утепленными это все равно холодное время года скорее всего это снег предполагается что будет и серый цвет он получается таким ну вы универсально даже где-то маскирующим немного но очень довольно довольно для меня вообще загадка почему внешние слои делают все в свете основного камуфляжа но но смотри вот если мы возьмем например эквакс 3 он был весь в юси пи а седьмой слой них был серенький такой причем светло-серый по зиму почему сейчас все делают свет основного камуфляжа есть один нюанс многие производители да и сами пользователи говорят о том что в момент происходящего бардака поле боя превращается просто в кусок грязи все понятно поэтому никакого смысла в белом камуфляже или светлом нет короче серый он максимально не агрессивный и для зимы на мой взгляд подходит лучше всего черный но черный это наверное уже скорее может быть у кого-то форме надежды черной или что-то в этом роде ему надо там но тоже там утеплиться в том числе куртка тюра на и в чем она и в черном свете до под него поэтому если черные брюки ну и оливковые то же самое этаж универсальный опять же вариант нигде не маскирует нигде не демаскирует что хочу сказать удачно очень я ими обзавелся непосредственно перед тем как поехал кости оренгану в гости в оренбург снимали мы обзор но тепловизора типа многофункционального тепловизионного прибора неважно и на полигоне естественно это происходило в оренбурге в декабре чем известен и оренбург если вы не в курсе наверное но это без веса и пространство этих где дует ветер постоянно и там у них или очень жарко летом или очень холодно не летом они лето у них уже вот середины не знаю с августа уже не лето там как не знаю наступает но смысл в том что было реально очень некомфортно но в брюках благодаря тому что я опять же вовремя обзавелся было весьма и весьма мне в них приятно находиться сразу скажу что так как эта модель легк утепленная не классическая семерка не путайте вот эти два момента потому что мы у меня уже просто люди спрашивают имеет ли смысл ее брать в расчете что они будут как седьмой слой выигрывая в ну чуть-чуть выигрывая в том что она будет более компактно паковаться ну на ваше усмотрение могу сказать я не могу сказать что они не пойдут как седьмой слой потому что это зависит от погоды на улице потому что если вы будете их использовать и ну эти брюки использовать как седьмой слой до в Моменты низкой активности, когда там будет, ну, минус 10, ну, максимум минус 15, максимум минус 15, ну, они вполне себе отработают как внешне утепляющий слой. Если это будет минус 20 и ниже, ну, это уже зависит от ваших, от вашего индивидуального восприятия тепло-холодно, потому что можете, как это сказать, приуныть, в общем, вы можете, можете приуныть реально. Далее, очень, я носил их поверх термобелья второго слоя, я их надевал, их, по идее, можно, наверное, надеть поверх основных брюк, но я, как бы, зачем? Я их использовал именно как не внешний слой, который надевается поверх другого внешнего слоя, а как внешний слой, который надевается поверх внутренних слоев. Движение не ограничивает, сидят, сидят очень комфортно за счет подрезиненной. Я выбрал, по-моему, если я не ошибаюсь, я ношу 52, я взял 52-54 и без использования поясного ремня за счет подрезиненных шлевок, они у меня прекрасно держались, учитывая, что там никакого, ну, как сказать, мы двигались много, но без снаряжения, без всего, очень было комфортно, ничто ничему не мешало. Высокая, соответственно, поясница закрывала поясницу, колени усиления пришлось лежать, пришлось вставать, пришлось на колени садиться. Ну, они, как сказать, рвать я их особо не рвал, но усиление своей, свою роль как бы выполнили. Но, еще раз, основным, на что стоит обратить внимание, выбирая эти брюки, их ниша, вы должны четко понимать их нишу, это такой вариант на всякий случай. То есть, вот семерка, это реально, ну, не всем нужна семерка. Семерка нужна людям, которые проводят долгое время либо в статике на морозе, либо это автономное существование на морозе. Ну, то есть, это выходы какие-то, например, там, автономные трое-четверо суток, например, в полевых условиях, там, в плане боевых задач, в холодное время года, где вы реально на фоне физической усталости, на фоне недоедания, недосыпа, восприятие мороза начинает усиление. Короче, вам надо, чем теплее вам, тем лучше, там нужен классический седьмой слой. В принципе, вот эти брюки, они могут отыграть, как я уже сказал, за седьмой, но их, все-таки, ниша, это зима, и вы зимой выезжаете, например, на полигон пострелять, в лес куда-то выйти, на лыжах покататься и так далее, и так далее, и так далее. Из-за того, что они легко утепленные, они могут использоваться как совместно с первым слоем на влагоотводящее белье, так и на, ну, на второй слой, на вафлю. И тоже они будут в зависимости от погоды вам подбирать, можете подобрать оптимальный режим использования. Извини, немножко перебью, на самом деле, на самом деле, многие уже их носят просто как брюк. То есть просто на белье, на тросы, грубо говоря. И в городском цикле это вполне комфортно и не создает каких-то неудобств, либо каких-то негативных ощущений. Ну, тем лучше, короче. Поэтому, что я могу сказать? Я, исходя из своего опыта, их рекомендую однозначно, но, еще раз, с оглядкой на нишу, не ошибитесь в том, что вам нужно. Если вам нужна семерка, вы берете семерку. Если вам нужны легкие утепленные брюки на всякий случай, то яшкуль, яшкуль вас устроит 100%. И еще немаловажный момент, эти брюки не самосбросы. То есть они могут быть надеты на обувь. Но быстро очень с себя сняты, в случае чего сдернуты, грубо говоря, когда вы полностью молнию расстегнули, из них выскочили, они не позволят. Поэтому это тоже такой момент, который скорее определяет их как тактическое использование, а не военное использование. Тоже немаловажный момент. А так, еще раз говорю, великолепно исполнено, в сером цвете. Почему в сером я брал? Потому что у меня тюр в сером, и я, соответственно, их тоже взял в сером. Смотрится великолепно в городе, где угодно, вопросов ни у кого не возникает, не агрессивно, максимально, как сказать, толерантно. Вот. Есть что добавить? Нет. Пока в наличии, друзья. Пока в наличии. Еще в наличии же? Конечно. Пока в наличии. Еще опять. У них в последнее время они попадают снова и снова в точку. Мы стараемся. Сейчас попадают снова и снова в точку. То есть у них под зиму появляются зимние вещи, под лето появляются летние, не как раньше. Зима у них поло, лето у них борей. Сегодня у них все четко. Поэтому зима, и у них есть ешкуль. Спасибо. Экипируйтесь грамотно, да пребудет сами сила. Пока.